Здравствуйте, уважаемые участники рынка! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер». И добро пожаловать на очередной выпуск «Форекс Маркет Провью», где мы с вами составим торговый план по паре евро-новозеландец, доллар-иена и евро-иена. А также, если останется время, посмотрим на индекс такс. Если для вас это видео будет ценным и полезным, обязательно поставьте лайк, прокомментируйте, а также поделитесь с друзьями. Также напишите под этим видео, что вы думаете о перспективах движения пары евро-новозеландец, доллар-иена и евро-иена. Итак, давайте начнем. Евро-новозеландец, присаживаемся поудобнее и разберем сейчас очень интересный трейд. Итак, что мы здесь с вами видим? Мы видим, что рынок пробил и закрылся ниже очень важных зон поддержки и локально поменял направление на медвежье. То есть мы вот этим импульсным движением пробили и закрылись ниже этого лоу и этого лоу. Важных-важных лоу. Соответственно, будучи в этой точке, я записываю для вас видео в пятницу, так что чуть-чуть могут котировки измениться, но я думаю, что незначительно. Будучи в этой точке, я понимаю, что быть покупателем или же продавцом не совсем корректно. Почему? Потому что если я хочу продать, у меня ближайший кластер здесь. Если я хочу купить, ближайший кластер здесь. Достаточно большая зона слева. Вот здесь, где я сейчас как раз выделил ее. Если мы рассматриваем вариант на sell, то мне необходим возврат в эту зону, формирование квалифицированного сигнала вот здесь. Чем выше, тем лучше. Вот здесь. Что значит квалифицированного сигнала? Это один из сигналов таких как… То есть есть четкое понимание того, какие сигналы. Это двойная вершина, слабая вершина, пробой истощения. Либо это один из вариантов опережающих паттернов. Будь то бабочки, сайферы и так далее. Не столь важно. Я точно знаю, что наиболее выгодно и правильно здесь поставить стоп-лосс чуть выше этого хай. Опять же таки, в зависимости от того, какой сигнал сформируется вот здесь. Таргеты интересно поставить здесь и, возможно, ниже. Но в этом видео я бы не хотел с вами говорить о возможных продажах. Я бы хотел поговорить о покупке. Давайте мы на нее как раз и посмотрим. Еще раз. Выделим зону слева. Это очень важно. Уметь правильно находить зону. Не просто кучу уровней рисовать. Потому что здесь сопротивление, здесь поддержка, здесь, 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 здесь. А конкретно важные стратегические зоны, от которых можно увидеть хорошее движение и посидеть в нем. Не просто там зашел, вышел, посидел и взял как можно больше с этой сделки. Соответственно, мой следующий шаг после того, как я определил зону, определить причину, почему я в этой зоне буду покупать. Если есть опережающая причина, то отлично. Если нет, то значит будем ждать. Но здесь есть опережающая причина. И мы здесь видим с вами потенциальную... Что это? Как вы думаете? Напишите в комментариях, какие мысли. Бабочка. Это бабочка абсолютно. Бабочка альтернативная. Очень хорошая модель. Причем то, как она выглядит, то, как она сейчас формируется, дает мне довольно сильную уверенность в том, что район 5370... 5370 будет для меня очень интересной позиции для покупки. Это такой первый намек для меня о том, что эта зона может быть интересна. Более того, я думаю, что вы видите потенциальный паттерн ABCD, который еще не завершен. Но завершится практически тик в тик с кульминацией вот этого прекрасного паттерна. Тоже в районе 5350-5370 у очень важной зоны, которая выступала в качестве сопротивления, пробитая теперь как поддержка. Но рынок только-только, обратите внимание, делает первые шаги к возврату, к ретесту, потому что по факту вот этот кластер мы еще не тестили. После того, как оголтелые рванулись вверх, сейчас рынок пытается тестить эту зону. Поэтому будем ждать. Очень неплохой вариант. Но вот в чем проблема большая. Проблема в том, что если мы говорим о стопах, то если потенциально стопы здесь, то совсем никуда не годится сделка. Почему? Потому что это почти 300 пипсов, даже больше. 300 пипсов! Огромный стоп-лосс. Как же быть в этой ситуации? Все очень просто. Мы говорим о покупке здесь. Отлично. Соответственно, рынок, если подходит к этой зоне, формирует один из сигналов, который я называл ранее. Вот здесь. Плюс-минус. Отлично. Бай стоп-лосс за сигналом. Чуть ниже этого сигнала. Вот и все. Естественно, имеет смысл смотреть сигналы не на H4, а, допустим, на H1 графике, чтобы увидеть раньше и поставить более демократичный стоп-лосс. Потому что 300 пунктов – это очень много. Поэтому, если, это очень большой вопрос, рынок придет в эту область, сформирует сигнал для меня, то я тогда куплю со стоп-лоссом ниже low. Опять же, по правилам формирования этого сигнала. Потому что в зависимости от сигнала ставится стоп-лосс. И первый таргет, обратите внимание, у нас вот здесь очень хороший low. То есть мы можем выделить некий кластер вот здесь для таргетов. То есть у меня получится соотношение риска к прибыли очень даже внушительно, если я возьму изначально первый таргет. Потому что есть еще отдаленный таргет здесь. Но пока мы говорим о первой цели в районе 56 с копейками. В общем, очень интересный трейд. Немного контртрендовый вариант. Но я хочу эту сделку отфильтровать. Не просто ставить лимитный ордер, а отфильтровать. Идем дальше. Следующий инструмент – это пара евро-иена. Евро-иена. Давайте на нее посмотрим. Что мы здесь видим с вами? Первое, что вы видите, и вижу я, и видят многие участники рынка, я думаю, это диапазон. Достаточно ровный флет. Достаточно ровный канал, коридор. Не столь важно. И очень важно определиться со стратегией торговли, когда вы идентифицировали флет. Потому что во флете свои стратегии, по тренду свои стратегии. Если мы внимательно посмотрим на любой флетовый рынок, вы увидите там тонну паттернов. Тонну паттернов, опережающих там бабочки и так далее. И вот здесь, если вы внимательно посмотрите, то здесь у нас имеет место быть. Опять же, пока я не знаю, нарушит ее рынок или нет. Это бабочка обыкновенная. Очень интересная модель, которая закончится. Внимание! 125 ровно плюс-минус. Практически в районе важного-важного-важного значения. Поэтому очень интересный трейд по паре евро-иена. Внушительный трейд на продажу. Причем во флете он очень простой. Стоп-лоссы гнать не надо никуда. Стоп-лоссы четко смотрятся за хай. Таргеты смотрятся. Первый таргет в середине. По правилам использования этого паттерна во флете. И следующий таргет на 122.70. Если этот план реализуется, будет очень круто. Соотношение прекрасное. Риск к прибыли. Очень простая позиция, которая не требует никакого дополнительных сверхзнаний. Структура, паттерн, понимание твоих стопов, твоих таргетов. И, собственно говоря, все. Что еще меня здесь привлекает? Мы имели до этого ABCD, который, в принципе, отработался. Мы увидели реакцию. Но мы можем также увидеть равнозначную коррекцию. Если это случится, это просто будет очень и очень круто. Равнозначная коррекция. Чуточку пониже в районе 124.70, 124.80. Опять же, это условие не идеальное и вовсе не обязательное. Куда важнее кульминация бабочки. Обыкновенно чуточку пониже. Немного высоковато взял. Вот здесь. Как раз-таки на 125 она и закончится. И это очень хороший трейд. Что касается шорт позиций. Опять же, если мы смотрим на... Точнее, что касается других каких-то позиций. Если мы смотрим на sell с этой точки, то мы можем посмотреть из каких-то других позиций. Но пока не просматривается sell. Почему? Потому что у нас вот этот очень важный low, который пока не был нарушен. И нужно посмотреть, как вообще прайс себя будет вести. Если нарушен, то, конечно, здесь появляются другие паттерны. Тоже бабочка альтернативная, идеальная, которая закончится вот здесь. Да, вот в этой области. Вот здесь. Очень важный low. Вот здесь еще имеет место быть. То есть я поставлю горизонтальный уровень. Вот здесь. Тоже довольно неплохая структура. Вот здесь вот. Тоже потенциально альтернативная бабочки. Она выглядит вот так. Это вариант buy уже. Ну, такой. Это очень-очень такой долгосрочный вариант. Потому что не факт, что цена придет. Не факт, что цена вообще дойдет сюда. Но если это случится, то тоже вариант очень симпатичный. Но это так, на перспективу. И давайте пару слов по доллар-иене. Потому что мы продали ее. Наконец-то я дождался хорошего глубокого возврата. Pullback. Я продавал раньше, где-то в районе 110.50, 110.60. Вот здесь, где я сейчас держу курсор. Поэтому надеюсь на достаточно неплохой трейд. Но если вы еще не продали или вы планируете продавать, если вы планировали и не успели продать, то ждите отката, ретеста. Либо я думаю, что рынок еще поборется здесь покупатели. Попробует как-то заявить о себе еще. Потому что был такой локальный микровосходящий тренд. Поэтому смотрите, ищите возможности. Потому что здесь очень интересный кластер. Очень короткий стоп. В том смысле, что очень безопасный стоп. Мои стопы где-то 110. Сейчас вам скажу, где мои стопы стоят. Мои стопы 110.900. Мои стопы 110.900. Поэтому потенциал огромный для меня. Соотношение прекрасное. Так что посмотрим, реализуется ли этот план или нет. Опять же, не столь важно. Важно постоянство в следовании своим правилам. Так что вперед. Вперед за сделкой по доллар-иене. Так, ну коллеги, все. Наверное, на сегодня мы закончили. Спасибо большое за внимание. Еще раз подписывайтесь на канал. Оставьте комментарий под этим видео. И хорошей вам недели. Хорошего вам выходного дня в понедельник. И до следующих видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!